Украинского ярд, да? Древнерусского или еще чего-то. Овраг, ущелье, каньон по-американски. Это как Цыпало, тем не менее. Зачем Бекиры? Потому что если подняться наверх, там есть предание, жил в 19 веке отшельник Бекир. По другим данным, как-то по-другому его звали, но как неизвестно. Но здесь ярд называется Бекир, значит, скорее всего, отшельника звали Бекир. Когда вы подниметесь наверх, если посмотрите, очень необычная вещь. Поднимите, кто был в Цыпало? Практически все, наверное. Были в сахарниках уже были, да? Там совершенно другого цвета известняк. Здесь вы подниметесь, здесь он белый, белый, а не серый. Меловый, а не серый. Отвечая на вопросы, что это, это все тоже древнее. Какое море, что мы спрашивали? Тишиневское. Тарматское море, которому 4-5 миллионов лет тому назад всплескало здесь. И в Цыпало, и в Черном море, древнее Тарматское море. Но в разных местах разная была флора, фауна, и разное время, разные геологические вещи. Поэтому здесь белый зесняк, внимание, но не только зесняк, мы еще будем что-то послушать. Внимание, кто рассказывает, что там? Поднимайтесь наверх, и там рукотворная бука. А можно дополнение? Нам в Сороках рассказывал потом директор музея, что Бекер был не отцельником, а разбойником. Такая версия. И вот это... Это версия. Нет, он исторически сказал, что ему отрубили голову, на крути в Сорокской среде, что это было ложное место. Но его никак не могли найти, потому что... Вот сейчас я тоже... А он говорит, что скала была сейчас заросшая. То есть вот эту пещеру его не видно было абсолютно. А он видел несколько кораблей, которые поднимались вверх с Черного моря, буржоные. Вот и видел. Мне всегда нравятся альтернативные версии. Я, например, мне больше нравится такая версия. Конечно, лучше, когда в Сороке. Ты тоже не буду рассказывать, тем не менее. Мне нравится этот Бекер-Богатырь, который один брал кораблей. Семь лет ловили, или сколько? А что я говорю? Это пират был. Гайпун молдавский, пират. Грабил один корабли, тормозил их всех. Всех этих вот, которые как это звали? Которые тащили корабли Волоком. А по-молдавски как? Так было по-молдавски, да? Окей, тем не менее, всех бурлаков ввалил, которые были мощные. Один. Это вопрос об историях. Я тоже историю... Тем не менее, одна история такая. И в каждом, скажем, удивительном месте есть свой. Гайдук, свой бандит. Вторая история о том, что это святой ошельник. Какого-то святого он не знает, какие он чудеса делал, тоже не знаю. Тем не менее, сейчас это представляется просто пещера. Красивенькая, белая. Кого есть силы, кто хочет подняться, посмотреть, пожариться. Рекомендуем. Рекомендуем. Тем не менее, идея интересная. Говоря о кораблях, которые из Черного моря поднимались, это была дорога, одна из дорог, из Варяг в Греки. И что значит из Варяг в Греки? Север и... Одна из дорог. Но если побегались из Греков в Варяге, а вообще это со Скандинавии, из Грекции? Да. И древние, древние скандинавские воины, викинги спускались сюда, мочили всех подряд, ну, до юга. Более того, Саровская крепость, мы с ней еще вернемся, это была на ее месте. До этого была крепость, которая связана с Крымом. Какие крепости Крым? Генуэзской. Генуэзской. Была генуэзская крепость. Генуэзцы, скажем, древние торговцы, бандиты, воры, и все вместе. Не, не, очень официальные торговцы. Ну, само собой, на стороне крепости, мочили всех вокруг. У них был банк Святого Георгия. Ну, само собой. Очень добрый Святой Георгий, здесь выражается с копьем, мощи всех подряд. Короче, доброе было время, святое время. Рекомендую. В городе Генуэ сохранились архивы этого банка, значит, и все записи, касающиеся вот... Окей, я сразу извиняюсь, это короче-то религиозное чувство, задеваю я глубоко уже верующих людей. Тем не менее, если я немножко скептически отношусь, по одной простой причине, по колено, по грудь, по горло, в крови, средние века, очень не люблю это время религиозное. Очень не люблю. Несмотря на Святых, Святых, Марий, Христов, когда друг друга убивали. С именем Христа! Ребята, без никого не обижают. Кто верует, пожалуйста. Без этих вот, я обращаюсь к мозгам, а не к сердцу. Кто хочет подняться, кто хочет подняться. Посмотрите, что надо. Посмотрите, а потом следующая тропинка вниз.